Кому вообще подходит авантюра с переездом в Канаду? Насколько легко или сложно учиться в новой стране? И каким людям не стоит выбирать это направление миграции? Ответ на все эти вопросы в этом видео, поэтому советую досмотреть до конца. Многие из вас задумываются о том, что хотелось бы получить классное образование, крутой диплом международного формата и полезный опыт работы по выбранной специальности. В таких случаях зачастую жители бывших стран СНГ выбирают такие направления, как США, Канада и Великобритания. Итак, почему же люди выбирают образование в Канаде как саму цель или даже первую ступень для иммиграции в эту страну? Первое – это, безусловно, качество образования. И дело даже не в том, что канадские учебные заведения находятся во всяких десятках и сотнях топ-вузов мира, хотя это тоже важный факт, а в том, что даже в малоизвестном учебном заведении вас будут учить качественно. В Канаде не рисуют дипломы за деньги, здесь жесткие образовательные стандарты и контролирующие органы. Более того, правительство Канады регулярно вкладывает миллионы долларов в учебные заведения страны, а это означает передовую техническую базу для проведения исследований. Второе – цены на обучение. Да, к сожалению, большинство обычных иностранных студентов очень сложно получить какие-то стипендии в Канаде, особенно в начале обучения. Однако, если сравнивать с другими англоязычными странами, цены на Канаду не окажутся настолько большими. Тем более, есть отдельные провинции, где обучение традиционно стоит дешевле. Третье – возможность работать во время обучения. Тоже отличный бонус, ведь деньги никогда не бывают лишними. Во время семестра иностранный студент в Канаде имеет право работать 20 часов в неделю, а во время каникул вообще без ограничений. Четвертое и последнее, но самая важная причина из всех перечисленных – Канада дает широкие возможности для получения вида на жительство своим выпускникам. Провинциальные иммиграционные программы заточены на тех, кто успел отучиться и поработать на их территории. Они понимают, что люди, которые уже адаптировались в провинции – лучшие кандидаты в иммигранты. А теперь узнаете, к примеру, что дает учеба в Англии в плане дальнейшей иммиграции. Ничего не дает. Даже если вы найдете там работу потом, иммигрировать это никак не поможет. Канада осознает ценность своего образования и ценность людей, его получивших, поэтому старается их удержать. Так что учеба в Канаде – один из самых верных способов получить канадский паспорт. Но даже при наличии всех этих плюшек и прекрасных перспектив, основное, что вы должны понимать – вам реально нужно работать над собой. Нужно будет учиться, учить язык, слушать лекции, готовить много материала самостоятельно для практических работ и семинаров. Как бы классно и заоблачно многие не говорили о перспективах учебы в Канаде, мало кто действительно понимает, что это огромный труд. Вы реально можете не спать ночами, потому что будете сидеть в библиотеке и готовить дополнительный материал. Вам нужно будет разбираться в вещах, с которыми раньше даже не имели дело. Если вы будете пропускать свои занятия или не приносить выполненные задания, вас запросто отчислят за плохую успеваемость. Канада точно не подходит для ленивых людей. И тут дело даже не в оценках, в аттестате или уровне ваших стараний, которые вы прикладываете для обучения на родине. Это вообще не показатель. Мы знаем много историй студентов, которые в своей родной стране учились, ну, очень посредственно. А в Канаде у них не было такой возможности. Приходилось много учиться и все успевать. Эта страна очень поможет тем, кто еще четко не знает, чего хочет в жизни и готов поработать. Ведь Канада – страна возможностей. И только можно догадываться, какие приключения и открытия могут вас ждать на пути вашего становления в ней. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok